Всем привет, друзья! Делаем очередную бомж-закупку на 1000 рублей, но в этот раз мы делаем ее в Южном Уральске. Не сравниваю цены в Южноуральске и в Ирландии, я просто хочу посмотреть, что можно купить там на 1000 рублей. Так что поехали! Так, к примеру, яйца. 31. Нормально. Еще блин нету, да? Нет. Молоко питьевое, 45 рублей, ультрапастеризованное. Даже не знаю, это нормальное молоко такое? А? Да. Биоряженька. Молоко питьевое, пастеризованное. Берем. Сейчас вкар. Молоко питьевое, панночку. И трюк. Девять труболепет. Девять труболепет. Девять труболепет. Девять труболепет. Вот эти надо. Сейчас берем. Вот. Вот, да? Вот здесь. Уральский хлеб. 32 рубля. Берем. Сосиски деревенские. Берем две. Это все, конечно, дорогое. Это нам не светит. Девять труболепет. 300, 200. Самый кислород. 149. 79, есть. 19, да? 79, есть. Что это такое? Мо! сахар гречка, иди сюда макарошки, вот, дешевые, смотри по 12 рублей конечно, они как бы качество, там у них не самое лучшее но 12 рублей, что-нибудь варьи ешь ну, можно напрожить вот у нас кетчуп 21 рубль 41 рубль берем вот, смотри 5 рублей куриный бульон все, берем берем таких 10 давай корзину 3 3 5 7 2 3 5 5 5 5 6 5 7 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 13 14 14 15 Сельское, деревенский завтрак. Бер ее, вложи. И давай еще. Это возьмем молочный, возьми. Возьми этот. 32. Ну еще что-нибудь. 150 рублей. Значит все. Нормально набрали, нет? Да. Ну что, я думаю, мы набрали на 1000 рублей. Вот такая вот у нас получилась коляска. Я, к сожалению, не знаю, сколько тут вышло. Может немножко и больше. Это вино я возьму отдельно. Это так, мы его просто бросили. А так корзина получилась вполне себе интересной. Мы сейчас посмотрим, сколько получилось. Если чуть-чуть больше, мы откинем кое-что. Но возьмем домой и рассмотрим все наши покупки. Пошли на кассу. На правде, на правде. На правде, на правде. Ну что, друзья, вот мы и сделали нашу закупку. Закупились, приехали домой. И чек у нас получился 876 рублей. Мы, конечно, не подрассчитали. Мы не хотели закупиться больше. Но, смотрите, у нас даже осталось еще 134 рубля. Мы могли бы спокойно еще докупить чего-то большего. Ну, конечно же, если сравнивать с Ирландией, мы это сравнивать не будем. Потому что в Ирландии зарплаты больше. И, по идее, можно было бы купить в 4 раза больше. Видео про ирландскую закупку на 1000 рублей можете посмотреть по ссылке в описании. Я ее делал уже довольно давно, чуть ли не год назад. А сейчас мы посмотрим, что мы набрали здесь. Набрали мы это для того, чтобы прожить. То есть у вас есть 1000 рублей. И, конечно же, не только берите только гречку и макароны, ешьте ее весь месяц. Нет, чтобы было какое-то разнообразие. Продукты недорогие. Но чтобы можно было поесть, разнообразить, быть сытным и протянуть чем дольше. Закупились мы еще раз повторяем на 876 рублей. Так что давайте посмотрим, чего мы набрали. Сырки плавленые. Тут у нас голландские. Ну, не знаю, насколько они голландские. Они, по-моему, по 7 рублей. Мы взяли довольно-таки много. Взяли мы этих сырков разных вкусов. По-моему, 5 таких, 5 таких. То есть сырок дружба. Сырок дружба и сырок голландский. В общем, набрали мы этого дела. По-моему, по идее, с хлебом самое то. На бутерброды, на горячие бутерброды. Конечно же, куда не обойдешься никогда без соли. Соль нужна в доме. Этой соли взять и она надолго хватит. Не помню ее цену. Но цены постараемся там рассмотреть. Я цены буду вбивать сбоку. Так, дальше. Колбаса сельская. Ну, колбаска мягкая. Конечно, качество там, наверное, не самое лучшее. Процент колбасы не знаю, сколько мяса. Тут, например, туалетная бумага напихана. Не знаю. Но все же, она съедобная. Есть ее можно. Если у вас нет денег, вам по-любому будет вкусно. Когда голодный, вкусно все. Конечно же, мы набрали бомж пакетов. Тоже цену не помнить. Самый дешевый вариант. Тоже никогда его не пробовал. По-моему, 6 рублей. Самый дешевый вариант. Не знаю, насколько там вкус курицы будет. Надо было еще ко всему этому. Вот представьте, у нас осталось 130 рублей. Мы могли вегеты взять и подкидывать немножечко для вкуса к этим макаронам. Этих мы взяли штук 10, по-моему. Короче, 10 штук. 10 бомж пакетов, по-моему, уходят. С этим все понятно. Макароны. Макаронные изделия. Рожки, рожки, рожки. Рожки, наверное. Они вообще дешевые. По-моему, по 7 рублей или 17 рублей. Что-то такое. Тоже недорогие. То есть мы взяли таких тоже несколько пачек. Потому что макароны – это сытная еда. Конечно, они из самого лучшего качества также. Там из какого-то помола, не знаю, сделанных. Но это еда, которая не даст вам умереть в любом случае. О, еще один наш сырок плавленый. Также взяли еще одну колбаску. Она тоже в районе 40 рублей. Молочная особая. Сколько тут в этой колбасе колбасы? Состав мяса, птицы. Механический обвал, обвал. Ну, короче. В общем, качество этой колбасы примерно как и эта. В общем, посмотрим, попробуем потом. Я вам расскажу, понравилась ли она мне. Ну, конечно, качество не самое лучшее. Это несомненно. Но это еда в любом случае. К нашим макаронам взяли тушеночку. Макароны по-флотски. Это, по-моему, хорошая тема. Не даст умереть вам с голоду. И тут сколько у нас? Полкило, наверное. 525 грамм. Это нам обошлось 100, по-моему, 15 рублей. Что-то такое. Плюс-минус. Дальше идем. Куда же без гречневой каши? Гречневая каша в России очень дешевая. Это очень полезный продукт. По идее, можно вообще заменить эти макароны на гречку. Это будет гораздо вкуснее. Ну, смотря кому. Но гораздо полезнее, это точно. В Ирландии килограмм вот этой гречки. Тут у нас сколько? 800 грамм. В Ирландии это стоит около 3 евро. То есть, это выходит 1,5... 200 рублей примерно. 220 рублей примерно. А здесь она вообще копейки. Ну, мелочь, короче. Яйца. Яйца, по-моему, 30 рублей. Что-то такое. Взяли десяток. Потому что яйца это нормальная тема. На завтрак. Также есть еще гречка. Они, кстати, в разных... А, вот такие же вышли. Здесь такие гречечки. Все наши макароны. Макароны. Бонк-папеты. Взяли еще пельмешек на развес. Было разных пельменей, дорогих, дешевых. Мы взяли вариант подешевле, так как у нас денег не густо. 684 грамма и заплатили 71 рубль. Тоже, какое мясо внутри, понятия не имеем. Но раз продаются, значит, не отравимся с ним, возможно. Пельмени. Пельмени это нормальный деликатес, я вам скажу даже, из того, что у нас есть. Ну, есть ли у меня еще один деликатес, который вообще просто у меня был. О, еще один сырок нашел. Идем дальше. Подсолнечное масло. Тоже в районе 50 рублей, по-моему, или 40. Как же нам жарить наши яйца без подсолнечного масла, правильно? Оно в доме будет, его купил, его хватит так. Ну, небольшая бутылка, но хватит на какое-то время. Хлеб. Хлеб всему голова. Взяли уральский, новый, нарезанный. Нарезанный. Хлеб уральский, новый, нарезанный. Кто-то не знает цену его. Ну, все цены, все вы уже видите на экране. Отлично. Дальше. Кетчуп. Конечно, макароны, гречка. Кетчуп это тоже нормальная тема. Он вообще дешевый, по-моему, там, рублей 12-15. Мотоциклисты задолбали за окном ездить. Так, кетчуп. Дальше. Молоко. Молоко, 3,2% жира, литр. Так, что у нас тут? Питьевое, пастеризованное. Ну, будем надеяться, что нормальное молочко. Сосиски. Сосиски, по-моему, по 300 рублей. Деревенские. Ну, тоже они такие довольно-таки мягкие, поэтому по 300 грамм тоже не поймешь, насколько они будут вкусные. Потому что такие сосиски... Обычно, когда мало мяса в продукте, он всегда будет такой мягкий. Когда много мяса, он будет жестче, потому что мясо, оно жесткое. А тут может быть все, что ходит, добавлено. Даже и мясо, которое тут добавлено, там может быть все вместе. Кости, рога, копыта. Все перемолото с жиром, кишками, мясом. И вот запихано, и пишут свинина. Что еще у нас есть? Килограмм сахара, конечно же. Куда без сахара? Сахар это нужно, если вы не диабетик. Это хорошая тема. Ну, хлеба еще мы взяли, булки. Взяли такие булки. На кассе, вначале они лежали, на самом начале мы их цепанули, было 9 рублей. Я думаю, ну давай за 9 рублей. А на кассе пробили 25 рублей. Ну, я уже думаю, ладно, оставим. За 25 рублей, ну, лучше вот такой еще хлеб взяли. Ну, ну, ладно, это как бы не беда. У нас все равно, мы не перевалили нашу планку. Мы сделали, и у нас еще осталось. Ну, и последний деликатес. Прям деликатес, деликатес. Херакс. Это икорочка. Красная и черная. Ну, естественно, не настоящая. Естественно, это... Так, дары моря. Икра из морских водорослей. То есть, это визуально, визуально это будет икорочка, а по-настоящему это будет развод. Но с пивасиком ложкой ее поесть будет самое то. Так что, это, кстати, интересный, хороший плюс. За такие деньги, она там вообще копит... 12, 15, 19 рублей, что-то такое. Ну, как бы, я с удовольствием ее попробую. Ну, по идее, это вот и все, что мы закупили на 876 рублей. Выглядит это все у нас вот так. Сами напишите в комментарии. Вы не пишите мне, что это купил говно и что нормальные люди такого не едят. Я бы взял это, я бы взял это. Не пишите этого, потому что, я знаю, каждый взял бы свое. Но как вы думаете, вот человеку одному, сколько времени он бы мог прожить вот на этом питании? В смысле, как надолго хватило бы ему всего этого? Неделя, две недели, кому-то три, кому-то два дня, может. Я не знаю, кто как жрет. Так что, пишите в комментариях, что вы думаете про всю эту закупку. Ну, вот какой-то такой обзор у нас получился. Надеюсь, вам интересно. Так что, все, кто не видел ирландский обзор, ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам интересно еще какой-нибудь обзор, чтобы я сделал, пишите. Будем рассматривать все варианты. Всем пока!